Книга «Открытый окон», 13-й том, тема «Потеряевка», вопрос 2822. Протоколируете ли вы ваши собрания? Что будете делать, если человек пренебрежет решениями собрания? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Записываем на магнитофоны, снимаем на видео иногда, да и конспектируют, кто хочет. Вот образец совместного свежего собрания с магнитофонной точностью. 18 сентября 2005 года состоялось деревенское законное собрание в здании местной школы по делу Горбунова Евгения. Горбунов, я не буду оправдываться, а расскажу историю своей болезни. Первый раз я выпил 4 года. Пил в школе, все были дружны на пьянку. Отмечали дни рождения, я вначале это скрывал. Так было заведено везде и за всю бутылку. После армии свадьба закрутилась, в любом случае везде бутылка. Я втянулся и не мог без этого жить. Это болезнь и вам не понять. Это хуже, чем чувство голода или жажды. Сейчас со мной опять эта страсть и я не смог устоять. И опять три дня провалялся. Все болит во мне, я уверовал. Три года не тянуло. Я думал, что это ушло навсегда. Я говорил вам, не проще ли мне снова подшиться, чтобы меня не тянуло к этой гадости. Я допивался до того, что мне все это было противно. Не я же один такой, а вся Россия такая. Где я жил? Там все от мала до велика пьют. Эта болезнь, еще раз повторяю, а вы все это воспринимаете, как мою прихоть. Вот на это-то обратите внимание. Все я сказал. Парабаш Игорь, староста деревни, ведущий собрание. Каждый высказывается по этому поводу. Глушкова Галя. Мог бы он это высказать все батюшки? Игнатий Лапкин. Не мог. Потому что вот здесь, где мы сидим, здесь есть ангел и дьявол. И уже не главная задача спрятаться от батюшки. Я помню, с чего все это начиналось. Сначала вольнодумство. Никого не слушать. Он тогда меня выгнал со двора, и я туда больше не вступаю. Он мне вылепил. А почему я вас должен слушать? Пожалуйста, твоя воля, и по ней плыви. И я ушел. Ему наша деревня чужая среда. Дай ему бумагу и спроси, с какого года люди стали считать пьянство болезнью. За болезни Бог в ад не отправляет, а пьяниц туда отсылает. Почему у мусульман, а их миллиард, никто не болеет этой болезнью? За 1300 лет никто, быть может, так наглую не напился. Почему? Да и Женя бы там не напился, потому что секир башка, остро отточенный кинжал. Женя в армии не пил, была дисциплина, у него это болезнь. Оставьте меня, я завтра буду болеть здесь. Эта бочка с кислотой поселилась с нами. Болею своих соратников, где эту болезнь захватил. Болею своих соратников, где эту болезнь захватил. Туда иди, допивай. Он пренебрег друзьями, храмом, священником. Мы не имеем права его держать. Решение уже вынесено. И рассуждать уже не о чем. Он враг. Он уже уголовник. Он уже угрожает порешить жену и детей. И мы обязаны уже в понедельник передать дело в милицию. Посмотрите, как поступает пьяница в своей семье. Он убивает жену. И если ребенок спрятал вино, он пиво. Он готов убить его, хотя он и не родной сын ему. Сейчас мимо вас проходят и видят. Двенадцатилетний ребенок сидит на крыльце и плачет. Пьяница. Это волк. Страшный и бешеный волк. И каждый день пребывания его здесь смертельно опасен. В прошлый раз, когда голосовали за то, кто верит, что он не будет больше пить, половина подняли руки. Вы привыкли играть, добродетель. У вас не было никакого основания верить ему. Взгляните на его лицо. Это лицо удавленника. А я с собой что-то сделаю. На это можно сказать, что чем скорее, тем лучше. Бог ни у кого не отнимает веревку. Бог мог Иуду спасти. Христос не спас его. Веревка примерена к его шее. Матфея 27.5. И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Этот пьяница на всех, на вас положил грязь, на ваше доверие. Он ни во что поставил, что у него здесь десять соратников. Да я докажу. Почему он не сказал с Давидом? Солом 6.8.7. Да не постыдятся во мне все надеющие на тебя, Господи Божий сил. Да не посрамятся во мне ищущие тебя, Божий Израилев. Его нет, и у него нет ни честь, ни порядочности. В огороде еще не убрано. Скотины во дворе уже нет. Его ничего здесь не удерживает. Батюшка советовал провести собрание, и чтобы в недельный срок духу его здесь не было. Пьянчушка этот сам под этим приговором подписался. Вот его подпись. И он тут начинает объяснять, что у него такая болезнь пьянства. Ты не здесь этой болезнью заразился, так и болей там, где нашел себе радость. Мы не против твоих прихотей, но не желаем их иметь здесь. Это все масоны придумали, что пьянство, есть болезнь, что эту болезнь стали считать совсем недавно. Дайте тогда лекарство. Лекарства такого нет, потому что оно внутри у каждого. Желание, ненависть к этому греху. У меня был знакомый коммунист, он посмотрел на пьяницу и подумал, что и его это учить ждет. И бросил пить совершенно. Такова сила воли. Здесь же одна страсть и свирепость. Ты не знаешь, что он делает дома, когда никто не видит. Жене уже опасно ночевать дома. Уходило ночевать с другим ребятишком, опасно оставаться. Он угрожает, он уголовник, уже законченный уголовник. Это волк в овечей шкуре, и он пробрался жить среди нас. А вы еще начинаете рассусоливать что-то. Он должен в течение недели выехать отсюда. Куда? Нас это не касается. Построится где-то заново. И пусть ищет подобных себе. Если жена с ним заодно, то и она должна выехать. Решение мы не принимаем никакого. А только выполняем уже заранее подписанное им же. Собрались сюда, чтобы вас уведомить, что прежде сказанное вступило в действие. Не будем же выносить 307 серьезное предупреждение. Его интерес к выпивке. Он в нас видит врагов, что мы идем против его болезни. Болезнь в кавычках. У него и здоровье никудышное. А как выпьет, так три дня вздыхает. Пьяница, бракодил. У него все ладится в кавычках. Только по пьянке. Его к работе нельзя допускать нигде. С ним не здороваться. Второй Иоанн 1.11. Ибо приветствующие его участвуют в глыбилах. К нему не заходить. И к себе не принимать. И ему здесь будет делать нечего. Он начнет вздыхать с голода. Люди, которые желают нам сделать зло, тайные вредители, они за него. Он им нужен. Они вместе рыбачили. Вместе выпивали там. Но они не могут никак довести до конца дело разрушения деревни. И все от того, что у нас создан очень сильный поток в одну сторону. Жить по-евангельски. Их сносит сразу же, вымывает. Он не может выразить, что ему нужно. Он доказывает, что он тянется и будет дальше жить алкашом. Ему шанс Бог дал не быть тем, кем был. Появилась новая жена, ребенок. Но он, как мерзкое животное, ничего не видит. Он будет только плодиться. Если жены рядом нет, он грозит, что будет изменять ей. А она еще полгода как родила. Похоть его отбила ребенка от груди. Молоко провоняло от похоти. Он ядом отравой напитал грудь и молоко матери. Теперь будет только алкашей и дебильных плодить. Почему же не говоришь о том, в каком виде зачинаешь детей? Хуже бешеного животного лезет к кормящей жене, разрывает сшитое у нее. Жена не может три роли исполнять одновременно. Быть кормящей, в себе нести плод и утешать мужа. И она соглашается, чтобы только его сохранить. Дикое животное, таких бешеных животных отстреливает в природе. К понедельнику приготовить документы в милицию. Предупредить органы власти о явной угрозе жизни его стороны. Когда же случится несчастье, то мы предупреждали уже. Он на любого кинется сейчас. Да откройте же глаза свои, когда в прошлый раз разбирали его. Я сказала, что не верю ему и на тысячную долю процента. Кто-то не понимал моей позиции. Я же просил взглянуть на его лицо. Он уголовник. Он сейчас слушает нас и ничего не понимает. Ему нужна только бутылка. Он променял все на нее. Он может сейчас броситься драться. Уже не по дням, а по часам и минутам нужно считать. Пребывание его здесь опасным для всех. Если вам ничто недорого, не будете сидеть на пожарищах. Если вам ничто недорого, то будете сидеть на пожарищах. Помолитесь вы об этом деле, чтобы Бог открыл ваши глаза. А кто его боюхал? Они уже отшатнулись от него. Ему разве не помогли? Королы были у него. Они не его. Их хозяева забрали, опасаясь, что он их может по пьянке зарезать. Его лично я ему не додал. Чего лично я ему не додал? Претензии его ко мне конкретно какие? Он же машинами вез от меня к себе подарки. Муку пшеничную, сахар, крупы, лапшу, строительный материал и запчасти к машине. Он не оценил этого и наплевал на наши отношения. Даже траву в огородах я не отдавал родному брату косить. А только ему, чтобы поддержать его, потому что он был поселенец. С грядками, овощи осенью отдавали ему его семье новой. Вместо поселенца же здесь вдруг оказался волк. Какое же мое отношение к нему? Если мы равно относимся к друзьям и врагам, то мы никто. Никто тогда совсем. Он как враг. Восстал против Бога его заповедей. Враг поселения, враг устава, враг семьи. Если тебя Женя арестует, то там тебе похмеляться не будут давать. А будут ребят твой ломать в милиции. И будешь там не спать, а пахать. Почему их там не лечат? В лагере будут тебе что-то втыкать. А в тюрьме ничего не будут делать. Будешь думать. Прикрывается семьей каргунов. Я говорю о духовном. Минаева Люба. Да где Женя в тебе духовное? Никакой у тебя любви к братьям и сестрам нет. А без духовности ли тебе говорить? Горбунов. Я не о себе говорю, Минаев. Да о ком же ты можешь говорить? Наталья Приходько. У нас в Барнаройской общине был такой алкаш. И он, Игнатий Тихонович, и всех просил молиться за него. И он, Игнатий Тихонович, и всех просил молиться за него. Со слезами молились. И он живет в общине до сих пор. И в рот не берет. У тебя же страха Божия нет, веры нет. Алексей Загуляев. Ты, Женя, все время себе оставляешь лазейку, чтобы продолжить грех. Игнатий Лапкин. В чем же мы должны проявить тебе любовь, Женя? Загуляев. Он просит отпустить его, чтобы уколоться там. Горбунов. Если у тебя зуб болит, то ты лечишь его или нет, Женя? Обращается Горбунов к дьякону Инчуку Евгению. Инчук. Я тебе говорил, иди к батюшке. Попроси прощения. Стань на колени, молись. Ты говоришь, да, да, я понимаю. Тебе никто здесь не может помочь. А сейчас ты опять к тому же возвращаешься. Горбунов. Я благодарен тебе, Женя, что ты один пришел ко мне, обращается к отцу Александру. Я пришел к вам, как к наиболее духовному человеку. Думал, именно с вами поговорю. Ничего так и не получилось от вас. Батюшка еще до вас пытался говорить. Ничего не получилось. Все мимо ушей пропускает. С Игнатием Тихоничем на эту тему вообще разговаривать невозможно. Глушков Игорь. На какую тему, Горбунов? На любую. Глушков. Женя, мимо чьих ушей проходит, чьи уши, о чьих ушах говоришь? Жень, ты меня слышишь? Ты ответь на вопрос. Горбунов. Кто без греха первый брось камень? Глушков. Ты ответь прямо на вопрос. Чьи уши? Тебе говорят, а ты не слышишь. Ты о чьих ушах говоришь? О своих или о чьих-то иных? Горбунов. Что ты к словам привязываешься? Игнатий Лапкин. Непонятно, какая ему помощь нужна именно сейчас. Глушков. Какую помощь оказать? Тебе батюшка приходил. Говорил. Женя Дьяпин говорил. Я беседовал с тобой. Какую помощь ты желаешь еще? Вырази ее. Скажи твои обвинения. Обиды. Вырази. Горбунов. Почему вы пропустили мое предложение мимо ушей? Разрешите мне съездить домой и обратиться к врачу. Игнатий Лапкин. Закодироваться, Глушков. Женя, это опять на три года. А потом опять такие же срывы. Потом опять разъезды и угрозы. Опять собрание. У тебя нет веры. Помнишь, Женя, было собрание? Я тебе сказал, Женя, не оставляй лазейку. Тогда ты таблетку принял. А ты мне да что там таблеточку съел? Здесь вера твоя. Ты оставляешь лазейку. Тебе прямо совет дают лазейку не оставлять. Ты себе ведь везде льгот выписываешь. Ты сам себя жалеешь. Горбунов. Какую лазейку? Загуляев, Алексей. Ты знаешь ли, что говоришь, Женя? Ты криком кричишь, что Христос не может тебя излечить. Ты лжешь. Тебе вшивку нужно делать. А со Христом наркоман и пьяница в одну секунду бросает все в глушку. Ты лжешь и пытаешься нас обвинить, что мы не такие, а жестокосердные. И тебе не помогаем. Ты отвергаешь помощь. Тебе надо свое. Тебе нужна эта таблетка. Горбунов. Игорь, мне хоть что-то, но лишь бы меня не тянуло к пьянке. Загуляев, Женя, только Христос тебя может избавить. Что тебе диакон Женя говорил? Батюшка говорил, а ты все мимо ушей пропустил. Я тебя спрашиваю, о чьих ушах ты говоришь? Ты говоришь о своих ушах. А сатана тебе не их запечатал. Здесь собрались верующие, желающие жить по уставу, по правилам. А у тебя все совсем к другому получает. Тебе говоришь, а ты не понимаешь. Ты не слышишь? У тебя уши запечатаны. Игнатий Лавкин. Ты так с ним не разговаривай. Ему нужна соответствующая обстановка. Ему свои люди нужны. Тебе здесь трудно. Ты иди к своим людям, а тебя отсюда не выковырнешь. Значит, тебе здесь было бы быть приятно среди верующих. Тут ты живешь спокойно. Никто ничего не ворует у тебя. Ты живи спокойно там, где жил. Там бы тебя не тревожили за эти проделки. Загуляя. Женя, вот скажи, какую ситуацию, что, допустим, тебе сейчас прощается, ты вшил таблетку. Но вдруг по каким-то причинам ты же будешь ходить рядом с дьяволом, и он подступит к тебе, и ты бы кого-то убил, и ты бы чем стал оправдываться. Злоба приступит, и тебя дьявол, разве дьявол оставит в покое? Тебя боятся уже как огня, потому что ты так живешь. Горбунов, я не оправдываюсь. Если ты хочешь исправиться, то ты должен начать с себя, а не с кого-то. От тебя нужно бежать, оградить себя от тебя. Но куда бежать некуда. Но что делать с тобой? Только сделать крестный ход. И в конце концов, это может быть единственное, что для блага всех, что у нас больше нечем защищаться, потому что жизнь ребенка каждого, каждого человека зависит от твоего состояния. А ты тянешь, вы смиритесь, у меня такая болезнь, смиритесь, вот такой уж я, что здесь, что здесь такого, Горбунов. А как говорит Писание, ты хорошо знаешь Писание. Загуляев, ты хорошо знаешь Писание, ты подгоняешь его под себя, Горбунов. Почему больного опустили на постели ко кресту, и он исцелил. А камнями не закидал, не выкинул его. Загуляев, выходит, что ты немощный, ты обвиняешь всех в камне, то от тебя все получают. Не Игнатий Тихонич тебе материально помогает. Кто тебе венчание давал? Детей ты приобрел, родил дочь. Да ты хоть немного соразмеряешь, кто за тебя голосовал. Игнатий Лапкин, пьяницам в заключении льготы не дают. Они досрочно не освобождаются. Так что не дури с болезнью, Христос не считал пьяниц больными. А известно, что они враги Царства Небесного. И они его не достигнут. Галатам 5.21. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающее так Царство Божие не наследует. Пьяных к нему не приносили. И там сказано, как ты должен отвечать любому. 1 Петра 3.15. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ скротости и благоговениям. Как ты отвечаешь? Посмотри на себя, Галя Гуршкова. Он даже не понимает, что вопрос стоит между жизнью и смертью. У меня был дядь, он тянется и никого не слушал. Приехали врачи и сказали, если ты хоть одну рюмку еще выпьешь, то завтра умрешь. И он после этого ни глотка не взял. Он глоткую жизнь себе выбрал. А у тебя речь идет о потере Царства Небесного. И ты даже этого, это не пренебрегаешь. Он выбрал здоровый образ жизни. Отец Александр. Немалое место в этой истории мое. Виноват я во многом, потому что Жене очень доверился. Вообще у меня такая душа недостаток, наверное, слишком доверять людям. И своя глупость на это наворачивается. И в итоге получается не всегда хорошо. Но дело в том, что я сам в этом первый есть грешник. Я вот сейчас тебя слушаю, и такое впечатление, что ты на этой лжи погиб. Ты ложь, перепутал с реальностью. Ты говоришь, а я слушаю, пытаюсь понять тебя. И такое ощущение, что ты не понимаешь, где ложь, где правда. Самое страшное в этом грешнице и другие грешники, которые приходили по Христу, о которых он сказал, бросьте камень, кто без греха, они хаялись. Они осознавали, кто они, и молчали, и не могли это открыть. А ты криком тут кричишь, всех перебиваешь, никого не слышишь, что мы виноваты. Брат, опомнись, кто виноват. Когда ты меняешь такие ценности, как жена, дети, все ни на что. Уж про Царство Божие я молчу. А что ценнее в этой жизни? Ты все пренебрегаешь, ты все променял на бутылку. За этим сейчас придет смерть твоя. Ты опомнишь, какой ответ твой будет на суде Божьем. И твоя ложь. Ты как малое дитя его схватишь, и он стыдится, что солгал. И он начинает, что попало, говорить, тебя схватили, тебя улечили. Во всем ты все равно сидишь и лжешь всем. Ты сваливаешь на какую-то выдуманную болезнь. Все избираешь. Все изворачиваешь. Мне стыдно было на комбайне, когда ты подошел в похмелье. Как тебя повел? Я издалее его увидел. Почел твой запах. Я вырос среди алкоголиков. У меня страх животных перед этой напастью. Я не знаю, что нужно было сделать, связать тебя тогда. И ты начал лгать, что тебе надо коров в постель. Ты все это вспомни. Какая ложь от дьявола. Запомни это. И излечение начнется только тогда, когда ты начнешь говорить правду. Молись Богу о правде, чтобы Господь тебе вложил ее, открыл в тебе себя самого в конце концов. И тогда будет у тебя покаяние. Каяться в том, что ты не осознаешь, кто ты такой на самом деле. Покаяния нет у тебя. И нет потому исправления. Духовное за тобой смерть и физическое стоит. Игнатий Лапкин. Женя, когда приезжал, то писал заявление на прием в общую деревенскую. Он знал, что это за деревня, где нельзя пить, курить. Сегодня эта деревня ему на двух не нужна. Ему нужен только климат этой деревни. Он разрушил все, что писал в заявлении. Что здесь пьяным нет места. Воров не должно быть. Воров не должно быть. Он просил принять его. Он подписью скрепил свои просьбы. Все это разорвал вероломно. И в этом власть Сатанинская будет его поддерживать. А не нас. Тогда будем судиться. А не нас, когда будем судиться. И первое решение собрания должно быть об исключении его из общины. Чтобы не было, что члена общины изгнали. Он будет тянуть до конца, как Саша, пока все не сгнило, не зарос двор. Так поступает, закоренел нераскаянный грешник. Он сам уже вышел из общины. Мы только должны подтвердить это актом. От него вы уже ничего не добьетесь. Как только он начинает говорить, я смотрю на него. Он спадает в полную пространство. И его тут нет. Он ничего не понимает и не слышит. Его всего трясет. Он весь там, где сеть, где есть его радость, где ему можно похмелиться. Ты спроси его, что отец он сам говорил. Он никогда этого не повторит. Вы сами себя тешите, что вот что-то как-то само изменится. Ты должен, Женя, понять, что все это служит тебе ко спасению. Что тебя зовут к лучшему. У тебя еще не все потеряно. Есть еще шанс. Но шанс где-то на втором месте. Здесь уже все. Ты много знаешь, ты много слышал. Женя, не озлобляйся. Если ты хочешь спастись, Господь обязательно найдет тебя. Но только уже не здесь. Ты уже там должен, будешь доказать, осознать. Здесь ты уже себя скомпрометировал на все сто процентов. Тебе уже никто не верит. Ты пойми это и не озлобляйся сердцем, потому что злоба помрачает разум. Ты не можешь понять, что мы тебе говорим. Женя, послушай. Не можешь понять, что есть много мест других. Иди, и там начинай жить у тебя руки золотые. Ты строитель. Но здесь уже все. Не то, что мы тебя выгоняем. А мы уже черту подводим, что тебе нельзя здесь жить. Нельзя. Мы собрались сюда жить с разных концов страны, чтобы жить по правилам, по уставам. Для чего? А для того и для того. Ты должен выйти и уехать. Игла. Ему из этого состояния уже не выйти. Ему это не надо. Он все это оправдал болезнью. А болезнь лечится только таблеткой. И поэтому он ошибся адресом. Не туда приехал. Зачем же ты так упираешься? А потому это самый льготный режим тому демону, которого ты принял вместо христа в сердце. Все это разлагает других. Он не понимает, что гоняет по деревне пьяный, задавит кого-то. Это сидит перед вами эгоист в законченном виде. Он думает только о себе. Он трабует жену. Если расскажешь, зарежу. Ребенок убью. Проси сейчас тех, кто несколько месяцев назад голосовал о доверии ему. Верите ли вы, что завтра он будет иным? Наверное, он вас всех уже накормил полынью лжи. Вы сами себя только утешаете. Ему же лучше будет там, куда он уедет. Поезжай в Корчино на урывку, где такие живут так же, как ты, и никто их не разбирает. Тебе не надо будет воровски прятаться и бегать за бутылкой на разъезд, чтобы тебя оттуда пьяного привозили. Там свои люди будут тебе на дом приходить. А ты к ним и будете спокойно с песнями выпивать. Зачем же ты тут мучаешь себя среди нас, таких вредных и постылах тебе? Вопрос не о нас, а о твоей радости, которую ты будешь иметь там. Здесь тебе одни сплошные огорчения от Натальи. Отец Александр. Многие голосовали, в том числе, я больше жалею свету, жену, потому что представить их дальнейшую судьбу мне просто жутко и страшно. Нельзя разделять вот так, где муж и где жена. И тут невольно думаешь так. Игла. Тут вас отец Александр Сатана помрачил. Из-за одного вы не помните, что в такое положение попадает вся деревня, все жены и все дети. Когда такой работает на заводе и его выгоняют за прогулы пьянства, никогда отдел кадров о внимании не берет ни жену, ни детей. Женя же развращает компактно живущих, он уничтожает селение. Вы забыли о всех женах и детях ради того, что у него есть жена не первая. Эти вопросы, они пусть решают без нас. Глушков, нужно проснуться и реально посмотреть на жизнь. Ты пьяный ездишь по деревне, смял железные ворота у тебя. А у каждого почти здесь много маленьких детей. Не дай бог, что случится. Игла. Не может не случиться. Глушков, Женя, ты слышишь? Игла. Сначала дай ему выпить, раскопорь ему мозги и тогда он начнет слушать. Загуляев. Тебе предлагают два пути. Один, который ты отвергаешь и другой, который приведет к трагедии в твоей семье. Ты кого-нибудь убьешь. Что-то произойдет. Спалишь пьяный. Это на 99% и бывает у пьяных. Если ты пойдешь этой дорогой, что тебе нужно? Вшить таблетку. Если ты будешь осуждать, то смерть может быть уже завтра. В ближайшее же время с тобой это произойдет. Одну десятую процента оставляю на милость Божию. Это будет однозначно. И это все понимают. И это все понимают. Тебе об этом и говорят. Тебя уберут отсюда. Тебе здесь не жить. А у тебя демон сеет. Я озлобляюсь. Я устрою вам. И конец ты изберешь сам. Но если ты захочешь исправиться, то ты должен одно понять. Что нужно забыть про пилюли, про алкоголь. С этого момента ты начнешь понимать, что у тебя есть жена, дети. О добре, оказываемом тебе, ты вспомнишь. Ты тогда и про водку сразу забудешь. Пока ты играешь с выбором, у тебя две возможности. Или прожить достойно, или в ближайшее время закончить жизнь трагедией. И сколько человек будет на твоей совести. Игла. Не траться, брат. Он ничего сейчас не слышит и не понимает. Сгли на него. Он мертв. Минаева. В моем понятии твою таблетку можно сравнить с твоей и твою духовность. Тебе в духовном не надо было останавливаться, а поддерживать. Не надо думать, что ты родился и все, ты спасен. Надо каждый день молить Бога и просить прощения за все твои поступки. Молитва какая бы она ни была надоедлива, она нужна. А у тебя она ушла в сторону. Для тебя все это не важно. Ты начал всех судить, что дети не так молятся. Зачем эти длинные молитвы? Господь, мол, и так слышит, как ты говорил. А вот знакомая мне сестра Валентина 15 лет молилась о том, что Господь дал ей возрождение. И я не уверена, что я возродилась. И я о том молюсь, хорошо ли, или плохо, я читаю молитвы, а у тебя этого нет. Горбунов. Может быть, я добрался до вершины, и Господь смахнул меня вниз носом. И правильно сделал. И Михаил может дать еще шанс. Барабаши говорит. Это уже было, Миша, в протоколе, где он слезно против прощения. И все остальное. И что это в последний раз ни о каком предпоследнем. Разве нет речи в протоколе. Игла. Миша, а чем ты мотивируешь такую просьбу? Надеждой? Ничем, Никитин. Загуляев. И ты первый от него пострадаешь. Гушкова неонила. Он уже просил два раза прощения. И только тогда был составлен зачитанный сейчас протокол. Я вижу, он ходит чернее тучи. У него ни улыбки, ни радости. Женя. Когда ты приехал сюда в деревню, я с тобой разговаривала. Ты мне говорил, я счастлив, что я здесь. Но твои слова сейчас... Ой-ой-ой, как расходится. Женя, как можно тебе продолжать верить? Эти угрозы уже идут просто ужасно. Когда я услышала это, я сказала, это все. Конец. Есть ли вообще для тебя спасение или нет? Я сомневаюсь. Как ты мог так пасть? Барабаш. Тут два вопроса на голосование. Об исключении из общины деревенской церковной отдела решит батюшка. У нас есть устав, под которым он подписался. И если неоднократное нарушение, то человек исключается из общины. Игла. Голосовать могут только члены деревенской общины. И я как почетный член общины с правом голоса. Барабаш считает поднятые руки. 15 человек за исключение. Кто против того, чтобы Женю Горбунова исключить? Из числа, из членов деревенской общины. Ни одного. Воздержавшиеся есть? Павел один воздержался. Игла. Павел себе лазейку оставил. Барабаш. Второй вопрос. Недельный срок, чтобы выехал. Проголосовать. За 15 человек. Кто за то, чтобы он остался здесь? Может дать ему еще шанс на исправление? Нет таких. Кто воздержался? Трое. Игла. Что будет, если Женю не подчиниться? Наши решения не могут уйти вразрез со статьями Конституции России. Согласно Конституции мы не имеем права его выгнать. Запомните это. Наш закон, наши решения не будут утверждены ни одним судом. Потому что это вопреки Конституции. Каждый человек имеет право жить в любом месте. Значит, когда мы включаем наши внутренние правила, не здороваться, хлебом с ним не торговать, все, в кавычках, шланги перерезаются, работа идет с женой. Каждое его нарушение фиксировать и отправлять в милицию, прокуратуру и в суд. Он побежит отсюда, его не найдешь. Еще будет угроза жизни жене с его стороны. И его уже можно пьяного вязать с ножом в руке. Ему самое доброе распрощаться и поскорее уехать искать новое место. Не надо играть постом и молитвой. Иоанн не мог спасти Диатрепа. У Павла сколько было врагов, и он не мог их обратить. А молился только о том, чтобы от них избавиться. Второе. И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Вы помните, как тут завелся лиходей Саша, и мы ничего не могли с ним сделать. Прибегли к крестному ходу, и к утру его уже вымел ангел мечом. Смотрите, кто сегодня воздержался при голосовании, какая у них причина. Саша всегда вел себя так же. Кто не голосовал за удаление разрушителя, те желают разрушения деревни сами. А когда не будет деревни, то и вас тут уже не будет. Она держится только за счет того, что мы верующие. Воздержались все для пакости. Они надеются по разрушению деревни уехать кто к матери, а кто к сыну. Никитин, я не собираюсь уезжать. Это ваши слова. Игнатий Лапкин. Я не называл никого. Почему ты сорвался вдруг? Барабаш, Миша, перестань. Тебя уже опять понятую, и уже становить тебя невозможно. Никитин, я чувствую, что меня уже оскорбляют. Глав. Ты, Миша, совершенно версткой человек, остановись не можешь, разошелся. Загуляев, Миша, у тебя одинаковый дух, что и уже нет. Горбунов. Дайте мне время. Игла. Решение принято. И нужно особое собрание. Чтобы отменить это принятое решение, приступай к сборам немедленно. Я хотел осчастливить цветы и животных, жизнь продлить на чудесной планете Земля, доброту прославлять и преступникам модно, маргинальную роспись узреть на полях. Жаль мне было цветы покалечить ножом, превращая в ничто воркование птиц, расставание с жизнью есть выстрел, ожог. Искупая вину, торопливо молись, толстым слоем от крови костюм мясника, топором и доходом безмерно гордиться. Кто пельмени жует, разве помнит быка, разве помнит о личности рыбы и птицы? До потопа мясное совсем не вкушали, жили дольше, на расы совсем не делились. И в ковчег добровольно печушки прижались, не вошедшие к ною покоятся в пиле. Тайну прошлого знает чуть-чуть археолог и пытается склеить осколки корчаги. В темноте и на ощупь поднимет чуть полок, от микробов прошедшего кашлять и чахнуть. На неведом патмосе старый апостол аллегорией мир удивил на века. Понимал ли он сам, нам разглядывать после, таранчук, скорпионов он видит пока. Что за сроки пять месяцев или полвремени? И за дымной завесой из кладезя что? За разгадку еще не получены премии, не родился сверчок, не построен шесток. Треть живущий возгинет в котле экологии. Трупы птицам клевать, полевому зверю параллели сотрутся. Натяжки все лопнули, меридианы нам выкинут трюк. И от моря до моря, ломая границы, Библию будет искать молодежь. Истаивать жажде, о смерти молиться, в откровении древнем все это найдешь. 24 сентября 2005 года. Игнатий Лапкин. Всем угодить такой мечты не ставьте, то невозможно, да и ни к чему. Один нас встретит по уму и платью, другой же видит голым наяву. И горе обещал Христос тому, о ком все люди будут восторгаться. Таланты не для дьявольских коммун. Не восхваляли гулаговского счастья. Клеймят и режут избранных листов. Клевещут и поносят их уже братья. Их рано утром озарил восток, благословит на подвиг многократно. Пускай лопочут рабские клевреты, им недоступно зреть воскресших свет. Бесстрашно верные обторгаются в запреты на проповедь и так на много лет. Нам, христианам, дело до всего увидеть грех и обличить прилюдно. Не зацепись и собственной ногой за подлость, за отчаяние иуды. Быть в мире, если можно, с большинством. Не говоря о всех, что невозможно, на всех не угодит и божество. Погибших всех враг обиходит ложью. И не заботьтесь выглядеть в анфас. Со стороны видней мы даже краше. Умейте правду полюбить тотчас, а над бечом при торгашах на страже. Не угождайте слабостям потачек. В конце загаженной, поломанной предстанет. Не все терпеть умейте. Выдать сдачи и огнепальными с причастием устами. Старайтесь угодить лишь Егове и ближнему во благо для спасения, чтоб не сказали ли за блюд угодник. Врагам запомнимся лишь прошлогодней тенью. 7 октября 2005 года. Для многих кошка не последний друг. Египетское чудо-совершенство. У ног моих свернулось в спящий круг и греет электрическую шерстью. С детьми умеет ласково играть, скрывая в каждой лапке пять кинжалов. Безжалостно сумеет покарать, когда ей хвост, как мне, другу прижали. Без кошек амба нашему амбару, каюк уюту в наших погребах. С мышами бой ведем мы с ней на пару, чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Живой барометр уткнулся в непогоду и загодя нос прятало к хвосту. На все такая тварь в хозяйстве годна, хотя и спит весь день, но уши на чеку. Малейший шорок распрямит пружину и взгляд зеленых фар прорежет ночью тьму. Прыжок стрелой, не менее оршина и крысам не избыть смертельных мук. Мурлычет, может молится тому Христу Спасителю, кого зовем на помощь. У кошки свой от Господа хомут, дерет диван, кинжалы остро точит. Свободой наделена эта тварь. Их хвост не подожмет под стать собакам в мышином царстве. Безраздельный царь, на ней строгорежимная полосочку рубаха. Иконы, идолы ли? В кринках ли сметана? Какая разница, где лазить и сметать? О ней так мало в Божьем писании, хотя за пользу можно дать медаль. Уж сколько раз ловил на голубятне, лупил нещадно воровскую подлость. Проходит время, подсыхают пятна. Мы с ней миримся, каемся чуть после. 5 октября 2005 года Игнатий Лапкин Испытывает Бог своих друзей, как некогда седого Авраама. Нам в руку нож, подальше от людей, готовить жертву с ней, с цельной раной. Что дорогое, чем пугает враг, семья, работа, мирный обитель. Готовы ли все посчитать за прав, да и себя считать вполне убитым. На испытания жизни не хватает. Падешь скота, не урожая в поле, болезни волчьи окружают стаей. Дня не прожить без поступившей боли. Бог и Его Василену смотреть вершину испытания и смирения. Дать мирный отдых, не пугая впредь. За час страдания дать довольно премий. Не счесть всех звезд последователей Божьих. Они рождаются от муки благовестия. Мы сотворим не только то, что можем, но сто крат больше Бог укажет место. Испытывал Иакова, и мял, и резал по частям за грех обмана. В тюрьме в невинном сыне просеял, где Мордахей, там Эшафот Амана. Переплавляя многократно верных, доступным делает для глаза Саваофа. С Давидом прыгаю я по ущельям, стерной в глазах через решетку тень Голгофы. Что добровольно возложить не стыдно, во славу Иисуса с топором. Великий плотник мир зовет на дыму. Армагеддона слышен страшный гром. Пожертвуем не только десятину. Восстановить порушенные души. Пишу плакат на смертную холстину. Да слышат все имеющие уши. 4 октября 2005 года. Игнатий Лапкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...